Я хочу сказать спасибо всем, кто пришел поддержать наш проект «Память бережных ранья», который уже традиционно пятый год проходит в начале мая на поклонной горе музея Великой Отечественной войны. В ряде Второй мировой войны антигитерская коалиция, ядром которой составляли Советский Союз, Англия и Соединенные Штаты, были уникальным явлением. Сотни миллионов людей разных стран объединились в борьбе против коричневой чумы. Сохранение мира на земле, сохранение дружественных отношений участников коалиции во Второй мировой войне – это залог реализации 16-й цели устойчивого развития ООН, о содействии по строению миролюбивых и дружественных обществ, а также это основа реализации всех 17 целей устойчивого развития ООН. Мы проводим юбилейное, пятое мероприятие «Память бережных раня», и действительно в этот раз мы решили взять международный формат, обратить внимание на международное сотрудничество во времена создания антигитерской коалиции. Почему обратились к этой тематике? Потому что считаем, что в период международной напряженности надо искать все возможные точки соприкосновения, точки взаимного уважения и вспоминать тот положительный опыт международного сотрудничества, который у нас был в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Как мы все помним из истории, именно сплочение разных государств сыграло ключевую, важнейшую роль на финальном этапе войны, в итоге победе над фашистской Германией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...